Я предлагаю двигаться дальше. У нас следующий доклад Гульшина и Валерия Александровна «Внедрение медицинских изделий с искусственным интеллектом в медицинскую практику». Павел Сергеевич, уважаемые коллеги, позвольте продолжить тему, которую затронул Павел Сергеевич по внедрению медицинских изделий с искусственным интеллектом в медицинскую практику. И сегодня искусственный интеллект – это технология, которая позволена или призвана повысить эффективность оказания медицинской помощи, но и систему управления оказанием медицинской помощи. И современная медицина, она складывается таким образом и требует от нас ускоренного внедрения всех новых технологий, в том числе и технологий с искусственным интеллектом. И для этого есть ряд предпосылок. Во-первых, несмотря на то, что ежегодно мы привлекаем большое количество специалистов в отрасли, по некоторым специальностям у нас сохраняется дефицит, хотя он и сокращается, но он еще есть. Немаловажным как раз с точки зрения качества медицинской помощи является вопрос разной компетенции, об этом уже Павел Сергеевич сказал, разной компетенции врачей центральных районных больниц по сравнению с учреждениями третьего уровня и тем более с федеральными центрами. И при этом для системы здравоохранения у нас поставлены достаточно амбициозные задачи. Например, в этом, думаю, более 87 миллионов человек должны охватить профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией. У нас амбициозные задачи по диспансерному наблюдению. Мы с вами не только охватные качества диспансерного наблюдения отслеживаем, отслеживаем периодичность диспансерных приемов и объема тех услуг, которые оказываются в рамках диспансерного наблюдения и так далее. Кроме того, большой объем медицинских данных, который накапливается ежегодно, он тоже требует особого анализа и зачастую здесь как раз-таки такие медицинские изделия могут быть нам в помощь. Вместе с тем мы видим ряд ограничений. С другой стороны, по внедрению искусственного интеллекта в медицинскую практику и в первую очередь это недоверие к искусственному интеллекту в медицине. Оно, к сожалению, есть. Оно связано с отсутствием в настоящее время достаточно доказательной базы по применению медицинских изделий с искусственным интеллектом и недостаточной практики использования. Здесь играет огромную роль и неготовность специалистов к организации внедрения медицинских технологий. И зачастую сейчас специалисты задумываются, является ли медицинский изделий, либо искусственный интеллект предметом, субъектом права, да, кто несет ответственность за врачебные ошибки в случае, если эти врачебные ошибки будут допущены искусственным интеллектом. Может быть, это разработчик, а может быть, врач, который валидировал исследование. Ну, то есть это такая сфера нормативного регулирования, которая еще до конца не изведана. И, наверное, в последующем нам придется принимать какие-то шаги в изменении в законодательстве для того, чтобы обеспечить эту сферу нормативным регулированием. И одним из ограничений, естественно, является отсутствие той финансовой модели устойчивой, да, согласованной со всеми участниками процесса по имплементации медицинских изделий с искусственным интеллектом и медицинской практикой. Внедрение технологий искусственного интеллекта в медицине, оно имеет огромное количество бенефициаров. И здесь мы можем помочь и врачу оптимизировать его работу клиническую, минимизировать те ошибки, которые могут быть допущены, сократить нагрузку и так далее для медорганизации. И, конечно же, самое главное, мы должны повысить качество медицинских услуг и обеспечить рост производительности труда в системе здравоохранения. В целом, в сфере внедрения в медицине продуктов мы можем разделить, и как уже Пал Сергеевич это сказал, на несколько разделов. Мы выделяем две группы. Это медицинские изделия, то есть с искусственным интеллектом. Это те изделия, которые и технологии, которые требуют соответствующего, прохождения соответствующих регламентных процедур, регистрации для того, чтобы они могли непосредственно применяться в оказании медицинской помощи. И иные системы с применением искусственного интеллекта, которые являются помощниками для административных процессов, то есть они призваны помочь и обеспечить, сопроводить процесс оказания медицинской помощи. И здесь, конечно же, регистрация не требуется. Что я хотела бы показать на этом слайде? У нас среди наиболее частых причин смерти, все мы знаем, что это системы кровообращения, болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Это две ведущих причины смерти. При этом, если мы посмотрим на пациентов, которые состоят под диспансерным наблюдением, то треть из них опять-таки будут составлять пациенты с болезнями системы кровообращения. И более, ну, порядка 6% это пациенты с онкологическими заболеваниями. И конкретно для диагностики именно этих заболеваний широко применяются у нас лучевые методы исследования, эндоскопические инструментальные методы. Как раз-таки это и объясняет тот интерес, тот всплеск и то огромное количество медизделий, которые есть в этой сфере. В 2022 году у нас по данным федерального статистического наблюдения было проведено более полумиллиона диагностических исследований, которые как раз формируют визуальный результат исследования и обработка именно их, возможно, машиночитаемым алгоритмами. И как раз оптимизация такого числа процессов в системе здравоохранения несет огромный потенциал. Наибольшее число зарегистрированных разработок в данных сферах – это лучевые методы исследования, лабораторные изображения, другие инструментальные. Подробно останавливаться не буду, потому что Павел Сергеевич достаточно широко рассказал нам об этом. Кроме систем обработки медицинских изображений в лечебно-диагностическом процессе, как раз-таки нам нужны системы поддержки принятия врачебных решений. Здесь индикация отклонений, мониторинг за состоянием пациента, дистанционные или иные виды, интерпретация тех данных и больших массивов, которые у нас есть в медицинских картах и так далее. И, конечно же, это хирургические технологии. В мире с 2018 года более 5000 роботов применяются с системами искусственного интеллекта. Более 1 миллиона операций было произведено. Конечно же, по тем открытым данным, которые есть, сейчас еще никто не готов для того, чтобы создать робота самостоятельного, роботохирурга. Но как помощник врачу-хирургу, как ассистент, эти системы могут быть достаточно полезны, особенно при микрохирургии. На данном слайде представлены некоторые из групп решений, которые как раз повышают и призваны обеспечить повышение эффективности управленческих процессов. Останавливаться тоже не буду, поскольку Пал Сергеевич раскрыл нам эту тему. Что же касается о месте искусственного интеллекта в здравоохранении. Нормативная база, она достаточно прозрачная, она уже определена. По резидентам у нас определена стратегия развития искусственного интеллекта. Принят ВОЗ, который определяет общие требования к системам искусственного интеллекта в медицине и к системе менеджмента качества. И как раз это позволяет систематизировать все подходы к разработке новых нейросетей и тестировать имеющиеся нейронные сети. И соблюдение данного ГОСТа, оно позволит внедрять в практическую медицину только лучшие практики. В 323-м федеральном законе достаточно четко определено место медицинских изделий с применением искусственного интеллекта. Это статья 38, которая описывает как раз медизделия со специальным программным обеспечением. Что же нам требуется, учитывая, что нормативная база есть, рынок достаточно широкий, растет с каждым годом по разработке медицинских изделий. Что нам требуется для того, чтобы внедрить их в лечебную практику? Здесь мы выделили бы два этапа. Это первый – внедрение клинических рекомендаций, тезисов, соответствующих о применении медицинских изделий с искусственным интеллектом. И это такой рекомендательный этап, поскольку клинические рекомендации не являются нормативным актом, то есть они не имеют жестких предписаний. У нас достаточно широкая вариативность может быть представлена в клинической рекомендации. И второй такой этап – это этап в долгосрочной перспективе, обязательный – включение медицинских изделий с искусственным интеллектом в нормативные правовые акты, которые регулируют вопросы оказания медицинской помощи. Клинические рекомендации являются у нас на сегодня центральным источником сведений о новейших клинических данных. При этом данные, которые включаются в клинические рекомендации, они выстроены по принципу доказательной медицины. Следовательно, искусственный интеллект должен занимать там свою нишу. То есть в клинические рекомендации искусственный интеллект должен включаться при соблюдении всех необходимых условий. Соответственно, включение в клинические рекомендации искусственного интеллекта, оно позволит решить ряд сопряженных задач, в том числе будет способствовать повышению доверия врачей к таким изделиям и осуществлять отбор проверенных технологических решений. Сам процесс разработки клинических рекомендаций, он в принципе общедоступен и известен, но я бы хотела обратить внимание, что именно на этапе разработки клинических рекомендаций у нас есть два стратегически важных момента, когда оцениваются подтверждающие научные данные для применения того или иного метода. Это первая экспертная оценка на уровне экспертной организации. Соответственно, здесь рассматривается доказанность тезиса экспертной организации и оценка полноты клинической рекомендации, которая проводится научно-практическим советом. Таким образом, для включения медицинских изделий с искусственным интеллектом нам необходимо соблюдать общие принципы доказательной медицины, то есть формирование тезиса в соответствии с требованиями на основе действующего законодательства. Каждый тезис четко должен отвечать на вопрос, что делать, кому делать и с какой целью. При этом тезисы должны быть, могут размещаться в различных разделах, это диагностика, лечение, реабилитация и так далее, в зависимости от того, в какой сфере может применяться соответствующее медицинское изделие. И, соответственно, тезисы должны отвечать тем критериям, принципам доказательной медицины, которые определены 103-м приказом Минздрава России. Порядок оценки научной обоснованности в клинических рекомендациях, он включает определение уровня достоверности тех доказательств, которые имеются, и уровня убедительности рекомендаций, и он применяется для каждого тезиса. И определяющим для присвоения достоверности и убедительности именно для диагностических методов исследования является используемый дизайн, исследование в тех публикациях, которые представляет разработчик. Таким образом, мы сегодня очень сильно в развитии медицинских изделий, включении их в клинические рекомендации, зависим от публикации с информацией о результатах применения того или иного медицинского изделия. То есть вся информация должна быть научно обоснованной. Шкала оценки уровней достоверности, она также открыта и утверждена 103 приказом, и для диагностических вмешательств, ключевым критерием для оценки научной обоснованности является информация о референсном методе. И в случае с медицинскими изделиями, с искусственным интеллектом, здесь как раз-таки этим референсным методом может выступать некий референсный набор данных или так называемый датасет. Сегодня не очень много публикаций научных. Здесь мы привели несколько примеров, но те публикации, которые появляются с теми анализами и исследованиями рандомизированными, они уже позволяют нам начинать работу по включению в клинические рекомендации тезисов по применению медицинских изделий с искусственным интеллектом. В качестве яркого примера потребности внедрения в практику искусственного интеллекта может служить клинический случай диагностики опыли почки яичников. Это УЗИ КТ-МРТ. Предоперационный диагноз, как известно, рака почки и рака яичников, он у нас, как правило, устанавливается на основании различных методов визуализации, без предварительной верификации, поскольку биопсия сопряжена с кровотечениями и различными осложнениями, и с учетом этого от точности интерпретации визуальных методов исследования как раз зависит точность установки диагноза и результата лечения. Вот в этой связи центром Блохина была предложена комплексная методика диагностики, которая сочетает в себе анализ данных трех методов исследования. Метод, о котором уже говорил Павел Сергеевич, это еще один пример использования искусственного интеллекта, разработанная на МИЦК-полу-проктологии, система поддержки принятия врачебных решений при проведении колоноскопии. Она в ходе этого исследования, процедура с помощью искусственного интеллекта реализует распознание видеоизображений, объявления даже микроизменений на слизистой. Еще один метод – это ЭХКГ. И здесь как раз-таки чем это может быть полезно? Что это широкая процедура, она применяется в год более 12 миллионов раз, зависит качество от компетенции специалиста. Соответственно, важность этого метода и субъективность интерпретации тех исследований, которые получают, они непосредственно влияют на качество оказания медицинской помощи и в последующем на продолжительность жизни. И ЭХКГ – это достаточно из всех диагностических процедур, недорогая процедура, это ведущий и недорогой метод, один из самых распространенных и необходимых методов диагностики. И появление анализа ЭХКГ на основе искусственного интеллекта, она может помочь клиницистам различных специальностей решать задачи, в том числе по прогнозу течения и стратификации риска заболевания. Резюмируя сказанное, подводя, так сказать, итоги, могу подчеркнуть, что на сегодня для включения медицинских изделий с искусственным интеллектом в клинические рекомендации мы должны соблюдать два важных момента. То есть мы должны понимать на основе исследований, на основе достоверных научных данных, что мы имеем явное преимущество медицинского изделия перед человеком. Здесь несколько аспектов. Это и быстрота анализа, высокий объем обработки данных, точность, сокращение затрат. То есть не должен специалист перепроверять за искусственным интеллектом, за медицинским изделием. То есть здесь мы должны идти параллельно для того, чтобы как раз-таки обеспечить сокращение трудовых затрат. И соответствие медизделий требованиям действующего законодательства в сфере оборота и разработки клинических рекомендаций. Здесь как раз доказана эффективность и безопасность применения. Ускорить этот процесс можно, уточнив соответствующую нормативную правовую базу, если в последующем это будет необходимо. Более широко мы должны разговаривать, и таких секций должно быть больше, чтобы специалисты и врачи повысили доверие к искусственному интеллекту и, конечно же, должны создавать условия для проведения научных исследований в области искусственного интеллекта. И тут я опять-таки к ученым обращаюсь и к нашим центрам, которые широко в эту работу включились, должны быть публикации, и публикации должны доступны быть каждому врачу и всему профессиональному сообществу. Неотъемлемой частью стимулирования, на наш взгляд, применения медизделий с искусственным интеллектом является формирование условий для их создания. Это не только исследование, тиражирование, и об этом и президент говорил, и ставил перед нами такие задачи. До 2024 года мы должны внедрять инновационные медицинские технологии и должны внедрять клинические рекомендации, обеспечить систему оплаты на основе клинических рекомендаций. Но и важно здесь рационально расходовать те имеющиеся ресурсы при сохранении качества медицинской помощи. Вопрос погружения медицинских изделий в нормативно-правовую базу – это вопрос дальнейшей перспективы. То есть для этого мы должны как раз-таки пройти первый этап, создать условия по доступности этих продуктов на территории Российской Федерации и, соответственно, получать однозначные результаты о преимуществе. Я еще раз об этом буду говорить, о том, что медицинское изделие должно быть на уровне врача, либо делать это лучше. И это должно быть доказано в различных научных исследованиях. И только после этого мы сможем менять нормативно-правовую базу, таким образом, используя медицинские изделия не рекомендательным характером, а именно предписанием в плане исполнения абсолютно всеми участниками процесса оказания медицинской помощи. Блаженые коллеги, спасибо за внимание. Валерий Александрович, коллеги, вопросы? Верните нам, Валерий Александрович, на ВКС. Коллеги, есть вопросы? На самом деле это очень важно, то, о чем Валерия Александровна говорила, потому что, безусловно, с одной стороны мы имеем те медицинские изделия, о которых я говорил, о которых говорила Валерия Александровна, но если мы не имплементируем их в те методические нормативные документы, которые у нас на сегодняшний день регламентируют оказание медицинской помощи, то их распространение при оказании медицинской помощи будет фрагментарным. Нам, конечно же, эффект, который мы можем добиться, это только если это будет включено в постоянные процессы на рабочих местах большинства медицинских работников, большинства врачей. Но здесь нам, безусловно, нужно докручивать и дорабатывать и процедуры проведения клинической апробации и выстраивать процессы, когда в идеальном картине мира при регистрации мы уже имеем такую доказательную базу, чтобы можно было это включать в клинические рекомендации. Но это как бы наша цель, да, но мы понимаем, что это не всегда возможно.